Итак, всем привет, с вами Дубгайм, продолжаем играть в Кайзерширзу за США МакАртура И в прошлой серии мы уже ликвидировали полностью синдикаты Остались здесь еще некоторые войска демократической организации Миссури С ними мы расправимся обязательно В принципе у них здесь шансов и нету, они окружены Понятно, что войск из наших непосредственно нету, но со снабжением у них будут беды И после этого, я думаю, мы будем выстраивать уже линии фронта с ними здесь И скорее всего уже с Конституционной Американской Республикой где-то здесь Заготовятся вот здесь вот уже войска, я думаю, добавим еще туда сверху войск Мы, кстати говоря, судя по всему, получили их снаряжение О, да, 26 тысяч винтовок Мы можем зарядить очень много пехоты теперь Отлично Допки тоже хватает, арты немножко не хватает, мы дополним еще В общем-то скоро, может быть, начнем какие-нибудь моторизованные дивизии делать Как грузовички у нас подъедут Но наша страна поднимается и очень уверена, при этом я вам скажу На Западе у нас здесь тоже все очень стабильно Нас атакуют, но мы крепчаем, как говорится Так что, думаю, в этой серии мы, скорее всего, ликвидируем либо вот этих ребят, либо этих И уже будем двигаться на Запад Посмотрим, как у нас, в общем-то, пойдет прогресс Мы, кстати говоря, можем поднимать ополчение Я буду их продолжать поднимать, потому что это бесплатные людские ресурсы и винтовки Нам и то, и то, в принципе, нужно Это и то, и то конечный ресурс Так что, поехали Начинаются битвы с окруженными войсками Здесь мы, я думаю, сразу же войнем Здесь, видите, интересная ситуация Вот если бы это был игрок Здесь вот Он бы знал, что если нажать сюда правой кнопкой мыши То эта провинция станет его Но он этого не сделает, искусственный интеллект Поэтому они останутся окруженными И, кстати говоря, мы, видите, начали наступление И успели его завершить до того, как бафы закончатся Достаточно приятно А на следующее наступление, возможно, на ланкистов Это как раз-таки демократическая организация Миссури, кстати говоря Есть на Тихоокеанский фронт Но вот на вот этих ребят нету Может быть, в будущем появится Может нет, посмотрим В общем-то, мы пока что с ними Не очень я бы хотел, чтобы вступали в конфликт Хотя, можно, кстати говоря, нам Ааа, еще больше нас винтовок, господи Нам еще больше их винтовок заехало Тут им, видимо, отовсюду донатили Что-то они сами делали, видимо Короче говоря, накидали нам Отлично, мы сможем прям реально поднять себе Думаю, 2-3 армии такими темпами И, возможно, будем потихоньку переходить Уже наш облом получше для второй доктрины Как раз-таки надо дополнительную арту вот здесь И, возможно, какой-то ПВО сюда вставляется Посмотрим Итак, здесь дивизии вайпаются Отлично Давайте сразу вот эти дивизии переходят сюда Кстати, желают уже сюда Отлично Мы сейчас со всеми ними расправимся Деплоится у нас 2-я армия регулярная Потихонечку Давайте к этих ребят, наверное, сюда А эти будут у нас сформировать фронт вот здесь Причем я бы, наверное, сразу сделал вот так Сделал бы сразу Вот так Побольше пускай обучаются И сюда их И при этом тренировать Пока у нас есть время Можно потренировать, в принципе Этот парень скоро восстановится Через 6 дней Поэтому он и возглавит эту армию В будущем Можно выйдать теперь к нашему Макартуру И я думаю Вообще эксперт пехоты полезно Но я думаю Давайте с расхода припасов Все-таки начнем Это все-таки Самый, наверное, важный Перк на Фельмаршале Наверное, только вот эти два перка Могут быть важнее Там, где есть снабжение И с севера мы начинаем Ликвидацию вот этих Дивизий Кстати говоря, возможно Мы с севера отдадим Видите, у них здесь есть дивизия Они Нет, они стоят Может еще и не отдадим Посмотрим Порядок установлен в Огайо Круто Это мы какой-то стоит Получаем С нас Провками Вот здесь вот О, это приятно Здесь много населения И заводов Супер И кроме того Здесь много ресурсов Теперь нам не нужно Импортировать ни сталь Ни алюминий Супер Наша экономика Все выше и выше взлетает И производство Кстати говоря, тоже Можно теперь задуматься Я думаю Об авиации Или танках даже У нас в принципе Есть хорошие дизайнеры Вот здесь вот На авиацию Так что я думаю Займемся мы ими В первую очередь Все говорят Забавно, что Буквально одинаковые Два дизайнера есть Ну, нам вот этот нужен Пожалуй Так что Давайте-ка вот это Мы доделаем уже Ладно Топливо, наверное, так не нужно Будем заниматься уже Технологиями авиации Чтобы построить Все самолетики Мы уже что-то можем построить Давайте какие-то Хотя бы уже тоже будем делать Я думаю Будем заниматься Мы тяжелыми истребителями Наверное Производством Пока что такой Очень бедненький Без чего-то допки Потому что Броневой пластили Не хочу на него пока что Вешать Из радиуса Да Хотя, блин Вообще Вообще Не слишком-то он сильно режется У нас есть на это место Почему бы не добавить Так что давайте Сделаем вот так Иконочку тоже Какую-нибудь Такую Солидную Надо добавить Конечно же Не знаю Это все не очень солидно Ну А давайте хотя бы Вот что-то такое Хотя это больше похоже На бомбардировщик Какой-то Ну, тем не менее Давайте начнем Их производить Потихоньку И я думаю Авиация у нас тоже будет Тактические бомбардировщики Штурмовая Потому что Нам нужны радиусы И надо понимать Что в будущем Мы где-то будем Воевать на море Там Там Может быть Нам тоже Нужны будут радиусы Так что Идем в тяжелые Стрепители И в тяжелые Бомбардировщики Так сказать Это как раз Тактические Если рассчитывать И не думать Об стратегах Ну и сделаем Какого-то такого Франкенштейна Стоит он будет 60 Огромная сумма Но Это двадцать первые Штурмовые атаки 2000 ротальности 24 защиты Наверное Только единственное Что еще стоит На весе Так сказать Это Орудие Причем надо Красных Обязательно будет Покрасить Но это уже Думаю на земле Разберутся Наши строители Главное Воздушная защита Побольше Потом опять-таки Это усовершенствуем Это дизайн Очень-очень ранний У нас 37 Только год Как бы Мы не будем делать Их много Но тем не менее Давайте только Наверное Хотя иконочка Ладно Подойдет Допустим Но Каталина Это вообще Не совсем Пехотный Так сказать Самолет Да Против флот Ну ладно Допустим Будем делать Потихоньку их И потом займемся Тяжелыми истребителями Самое главное Что они потом Когда-нибудь попозже Не сильно потеряют Актуальность Они только будут Намного уязвимей По сравнению С современными Самолетами Но тем не менее Урон у них все еще Будет такой же Хороший примерно Так что ему пойдет Конечно тяжелый истребитель Только подустареет Но тут уже Ничего не поделать Но нам нужна Какая-то авиация И у нас есть на это Ресурсы И в будущем Будет их еще больше Так что можно сразу Играть по-крупному Более что мы почти Всегда идем Просто в истребители И штурмовики легкие Можно в принципе Попробовать Какой-нибудь Билд поновее Все равно И те и те будут Работать против ботов Я думаю Пора бы уже Немножко заняться Фронтом Так сказать Распределить Наши дивизию Здесь У нас в принципе Все понятно А так радисты и шифровальщики Надо дешифровать 20% Приятно Через упуска Займут позиции Планирование Я бы хотел нажать Но нету у нас На это Собственно говоря Очков Так что Будем потихонечку Подпушивать Нам что Очень важно Нам очень важно Выйти побыстрее В Сент-Пол Потому что там У нас будет снабжение Но В Сент-Пол у нас Может только РЖД вот это пойти То есть надо Побыстрее вот так вот Сделать И занять Миняполис А потом Сент-Пол И сможем тогда Мы в принципе Там пушить Ну и конечно же Надо понимать еще Простой факт Что вот эти ребята Тоже на нас нападут Но Как мы помним У нас здесь Готовятся огромные резервы И снаряжение У нас достаточно Очень много пехоты еще Тем временем Давайте посмотрим Что вообще происходит в мире В Казах Шильде Обычно что-то интересное Но в Испании Ничего интересного Да В России Савинков тут Исламская Федерация Туркестана сделала Здесь пока что Никаких изменений Особых нету В Украине Еще не очень поверен Не уверен я Что происходит Но походу Там будут Леваки Да Ну да Судя по всему Так и будет Здесь тоже Я не знаю Что это за путь Я в Казах Шильде Не так хорошо разбираюсь Здесь у нас все еще Петр Краснов Власов не пришел Обычно он приходит Ну и здесь Чего такого интересного Здесь походу тоже Видимо Грузия не будет идти Под Сталина Как часто это бывает Ну еще увидим Как бы Тут опять все-таки Еще ничего не началось В Африке Только единственная Была война с Португалией И похоже Она как-то не сильно Закончилась быстро Или вообще не закончилась Да Гейдрих Стала у власти В Германии Любопытно Итак Есть у нас Интегрированная механизация Отлично Можем уже выйти Сразу в современную Разведку Либо сюда Ну авиации У нас еще не так много На самом деле Так что да Давайте-ка Вот сюда Стратегия Макартера Плюс планирование Плюс того Арга Восстановление Все это нам надо Оба-на Смотрите-ка Еще одно Сообщение от радио Пропаганда работает Политка получаем Получаем отлично Ну да Пока что мы пушим Просто север Не спеша И я не думаю Что нам пока что Стоит волноваться Об вот этих ребятах Хотя Через несколько месяцев Наверное стоит уже Задуматься Об укреплении фронта Здесь Видите у них здесь тоже дивизии Пока что особо нету Так что Если что Мы успеем все перетянуть Все говорят Здесь у нас получилось окружение Хотя я даже Не сильно его планировал Но Почему нет И смотрите Как королевство Новая Англия заключило Перемирие Видимо с Канадой Они теперь независимы И они нам отправили Добровольцы Если что Так что Забавно Забавно Но я предполагаю Что скорее всего Вот эти ребята Либо на нас нападут В один момент Либо мы просто Их сами захватим Так что Вряд ли такая операция Продлится долгое время А вот и четвертая Балканская вена подъехала Но Нам она не сильно интересна У нас Свои здесь вещи Происходят Страшные А вот нам и объявили Войну Наконец-таки Перемирие Закончилось Окей Тогда наши дивизии Срочно должны здесь Крепляться И я думаю Нам нужно будет Растянуть вот этот фронт Да Ну Честно говоря Знаете что надо сделать Надо просто сделать Вот так И Черт Только они заспавнились Немножко так как я хотел И Просто Поставить их на оборону Что-то типа Ну-ка Где у нас хороший генерал Тут можно Либо давайте вот этого Я раскачивается с нуля Просто чтобы они Дефли территории Нам не нужно чтобы они Прямо наступали Нам нужно просто чтобы они Удерживали текущие позиции Я думаю Они с этим справятся Более того я думаю Вот здесь вот Мы вполне себе Можно даже чуть-чуть Что-то позахватывать У нас здесь тем более Еще и войска На самом деле Уже ну нормальные А там мы Только-только Молодых ребят Отправили воевать Здесь у нас Ребята обучались Перед этим И я еще думаю Можно Уже Моторизовать Армию Примерно вот так Это очень неэкономно Намного экономней Мобилизовывать Все это Вручную Но я думаю Уже у нас В принципе есть Это экономика Плюс мы подстроим Еще от того Что не хватает Мы кстати говоря Взяли сэндпол Осталось лишь ЖД туда пробить И в принципе У нас Все здесь отлично Супер После этого Мы какие-то позиции Сможем установить Так Компания W Что это такое Начинает предлагать Что называется Компания Двойной Победы Замерка Победа против расизма О Ну слушайте Победа над расизмом Да Я не против Звучит позитивненько Так А мы здесь Сами ЖД тоже захватываем Не тормозим И новобранцы Успевают Занять все позиции Отлично Здесь мы фронт Плюс-минус Заняли Только единственное Надо конечно нам ЖД освободить Вот это мне не нравится Да Они прерывали нам Очень жесткое Очень важное Я бы сказал Снабжение Вот здесь вот Так что можно через север Пускать Но очевидно проще Намного просто Эту провинцию Отбить сейчас Современная разведка Есть Отлично Можем посмотреть Как сделать поддержку Морской пехоты Нам это не интересно Либо вот это Еще 10 арги Господи Как же мы много Все получаем Еще планирование Еще атака На нас Территории Это просто Ну какие-то Безумные бафы Мы становимся Очень сильными Прям О ну и конечно же Пождество Стоимость И скидка 75 Обоследование А ясно Неправильно Скидка Применена Она Ускоряет На свете Пять исследований Которых нету Они скидку Девают на 75 Процентов Ну Че поделать Я на всех Случае Экстренно Начинаю прокладывать ЖД Но она будет Прокладываться Очень долго Сейчас находятся Из-за как раз Вот этого Черт возьми Перешейка Небольшого Из-за того кусочка Где у нас ЖД нету Ну Время играет на нас Мы очень много Девиз здесь тренем Здесь опять-таки У нас все хорошо Нужно как-то Попытаться Запушить сюда Но видите У нас здесь Девизи не обучены Поэтому они сражаются Ну Так себе У них 25% Вот этот минус Очень жесткий Ну Есть вариант Вот это нажать И под этим Пробиться Вот сюда В принципе Наверное нам так и придется Сделать в один момент Но пока мы Аккуратничаем Он милитаризовать В АСП В организации Женщин-пилотов Получим Летщика АСА За политику Стабильность Либо За стабильность Но Летщика АСА Не так интересно Как Стабка и политика Я думаю Так что Да Не сегодня Женщины Но Но Давайте да Мы все-таки Нажмем Наступление На национальной Конституционной Америка Это вы Это вы Пора Нужно Нужно Возвращать Эти территории Гэри слишком важен О, Ирландия Поддерживает нас Сюда Не отправляют Нам две дивизии Поддержать нас Блин, ну это конечно Круто, но Ладно А, это нельзя Расформировать, да Я понял Ну тогда Ребята, вы Давайте это На портах Вашингтон Задефайте И наверное На этом вы В принципе и все Я не думаю Что я куда-то Вас хочу еще Отправлять Можно Кого-нибудь Генерала Выдать На всякий Случай Не самого Интересного Допустим Вот этого Антиориста Я вряд ли Захожу Куда-то Ставить Поэтому Пускай Это будет Фильмаршал Наших гарнизонов А здесь Тоже Какого-нибудь Вот этого Парня Который Тоже Выглядит Снабжение Хорошо А длук Мы потеряли Нет Не потеряли Все нормально Все Окей Вот эти позиции Меня устроят В принципе Сейчас только Снабжение Вернуть Стабилизироваться Стих ребят Задеплоить И в принципе Мы вообще Все чувствуем Отлично И вот оно Сейчас я думаю Точно возьмем Гарри Да Супер Все А здесь Мы же Держим Все Господи Девидение Надо Придержаться Но вроде Здесь Ничего Такого А здесь Тоже Кое-как Держимся Да Есть Все Как будто У нас Там Все Остановилось Давайте Посмотрим На потери И Демократический Жарец Миссури Очень много Несет На самом деле Потерь Прям Очень Много Тем Время Вот эти Ребята Тихоокеанские 100 тысяч Потеряли Вот здесь То есть Тоже Мы неплохо Разменяемся С ними И Конституционная Америка Всего Лежа Несколько Я бы сказал Месяцев Может Недель Даже Войны Потерял Уже 60 тысяч Примерно Они Как-то Очень Агрессивно Попытались Нас Атаковать Видимо Спину Вот этот удар Хотели Аркнировать Но Не получилось Мы были В принципе Готовы И Сейчас Потихоньку Будем Их Сами Контур Атаковать Более того Большая часть Эти пехоты Уже В принципе Успела Обучиться Ну В бою Понятно Тебе Придется Учиться Быстро Можно Кстати говоря Пойти Сюда Чтобы Просто Выйти Вот сюда Здесь У нас Будут Еще Дополнительные Баффы Давайте Посмотрим Что Самое Важное Еще Десять Терги Господи Нам Ее Просыпят Сыпят Пять Атаки Пехоты Плюс Планирование Короче Да Нам это надо Тем более Треть Пять Дней Всего Лишь И тот Этот Фокус Идут То есть За два Месяца Мы возьмемся Еще Десять Терги Пять Атаки Арга Просто Безумная Какая У наших Дивизий Можно В нее Арту Засовывать Прям Так Сказ По полной Начинаем Потихоньку Где-то Атаковать Где у нас Здесь Кажется Это Возможным Потому Что Опять Таки У нас Баф Висит Надо Его Реализовывать Но Вообще Мы Чувствуемся Вроде Как Неплохо У нас Здесь Авиация Помогает Здесь Авиация Помогает Севера Здесь Мы Пока Особо Ничего Не Делаем Возможно Есть Смысль Делать Маловато Хочется Больше Но Это Занимет Время Но Состановлением Конечно У нас Эти войска Чувствуют Прекрасно Давайте Немножко План Изменим Чтобы Они Потом Как Смогли Пушить Пушили Вот Сюда Ты В принципе Что у них Планирование Максимальное Пускай Они Что-то Уже Себе И Возвращают Почему Нет Я Был Б Не Против И Здесь Продолжаем Наступление Очень Активно Здесь Конечно У нас Очень Важная Точка Надо Ее Тоже Не Забывать Очень Важно Чтобы Гарри Держался Как Говорится Серия Посвящена Защите Гарри Я бы Сказал Даже Так И Если Мы Пробежем Сюда То Было Вообще Отлично Я Был На этих Позициях И Потоп Это Какой-то Другой Мод Отсылка Нам Это Не Сильно Интересно Но Сражения Все Нам Интересны Я Решил Что Нам Надо Задеплоить Еще 8 Не Самых Обычных Дивизий Чтобы Укрепить Южный Фрот Потому Что Суд Ситуация Немножко Напряженная В целом У нас Все Хорошо Но С Восьми Дивизий Было Намного Все Приятнее На Севере Вообще Все Отлично Как бы Я бы Даже Может Стрелку Здесь Нажал Наверное Так Я и Сделаю Почему Нет Но Здесь Тоже Неплохо Опять Так С юга На Север Это Самое Плохое Среднее Хорошее Состояние Фронта Меня В принципе Устроит Здесь Вообще Все Уже Обучились Все Уже Скоро Станут Регулярными Войсками Ну Вот Это Я называю Обучение По Мак Артурски Смотрите Еще Какая Пропаганда Видимо Давайте Лизские ресурсы Поддержка Войны Это Нам Все Конечно Надо Что Вообще По Кстати Говоря Сопротивление Вообще Надо Бы Сменить Наверное Тайную Полицию Все Это Только Куба Ставить На Гражданский Назор Да Так Было Наверное Думаю Получше И Мы Идем В Стратегическое Наступление Наконец Ух Мы Будем Просто Им Бой С ним И Слушайте Фронт Вгляд Прям Очень Привлекательный На данный Момент Я думаю Победа Не за горами Мы Очень уверенно Пушим Обе стороны На западе Здесь Просто Все Остановилось В общем Все Прямо По плану Нашего Лидера Макартура И Вот эти Дивизии Постепенно Укрепляют Фронты Здесь Западный Фронт Западного Фронта Укреплен Восточный Фронт Западного Фронта Немножко Еще Слабоват Но Там И Войск Меньше Отлично О Макартура Может Опять Качнусь Но Я думаю В этот раз Это будет Эксперт Пехоте Плюс Пять Процентов Атаки Пехоте Будет Неплохо Я думаю У нас Бафов Этих Тем более Очень Много Я чувствую Вообще Скоро Наши Даже Пехотные Обычные Дивизии Будут Им Бывать Господи 150 Процентов Воследований Можно Это На На Опыт Исследований Вот Слабы Наши Дивизии Чуть не окружили Я сюда Перебрасывал Заполнительные Войска Смогли Мы ее Спасти Думаю Сможем И остальное Спасти Тоже Очень Кстати говоря Помогает Я думаю Наш Вод Здесь Да Все таки Блин 25% Атаки Это Много Ну и Защиты Очевидно Тоже Все Сотрезы Так Очень Приятно Всегда Ну а Мы Не Прекращаем Наше Наступление Здесь Единственное Наступление Баф У нас Уже Прошел Но Мы Без Него Сильнее А вот Стратегическое Наступление Подъехало Ура Теперь Давайте Федеральный План Мобилизации У нас Пойдет Что-то У нас Плюс Монбавер Здесь Будет Защита Кстати говоря Плюс 5 На Территориях Это Нам Нужно Поддержка Войны Команды Все Остальное Не Сильно Нужно Но Тем не менее Вот эти Военные Заводы И Верфи Будут Полезны Строительство Туда Сюда Объем Производства Пехотка Минус 5% Стоимости Тоже Все Полезно На Производительность На Все Это Нам Тоже Конечно Будет Полезно Так Что Идем Туда Можно Подробно Нас Авиации Что Тут У нас Будет Стоимость Производства Минус 5% Истребителей Штурмовиков И тактических Бомбардировщиков А где Тяжелые Ага Вот Тяжелые Истребители 10% Ага Это звучит Стиговоря Интересно На самом деле А мы Доктрины Уже Вкачали Да Но Вообще Можно Перекачать Успеть В принципе Это Не так Смертельно Может Я бы Хотел Сюда Пойти Блин 20% Скидка На Хэви Файтер И Бомбардировщики Это Звучит Очень Жестко Это Звучит Очень Жестко Так Что Наверное Мы Туда И Пойдем Здесь У нас Не Сильно Интересные Вещи Уже Остаются По крайней Вере Вот Это Да Но Не Сейчас Сейчас Это Все Попозже Я думаю Мы Не так Моговят Делаем Доделываем Вот Это Все Она Потом Наверное Только И останется Авиация Качать Либо Флот Но Флот Как Б Потерпит И Наступил Прекрасный Момент Когда Мы Можем Задеплоить Нашу Третью Регулярную Армию Причем Даже Больше Чем Третью Я бы Так Сказал И Знаете Что Нам Придется Тогда Сделать Вот Этих Ребят По другому Фельдмаршалу Передать Да Ну Вообще Да Тогда Вопрос Хотим Либо Все Еще Оставлять Этого Здесь Наверное Нет Наверное Нет Другой Вопрос Тогда Кого Хотим Отправить Не гибкий Стратег Да Я думаю Именно Он И Подойдет Наш Будущий Фельдмаршал Ну Нынешний Теперь Давайте Что Нет Еще Можно Заперк Одна Черта Это Будет Я думаю Оборона Припасы Потер Пока Что Нам Нужно Здесь Все В Ребята Пока Что Нам Не Сильно Нужны Давайте Ка Они Вот Сюда Пойдут Вдруг Новая Атакуют Я Хер Знаю Что В Ребята Могут Ну Подождать Объективно Говоря У Нас Нет Необходимости Больше Дивизии Деплоить Возможно Сюда Еще Одну Армию Вот Это Можно Было Переместить Но Опять Таки Мне Пока Что Хватает Этих Ребят Добавляя Сюда Еще Больше Как Мне Кажется Распылило Наше Снабжение У Оно Есть Достаточно Но Как Можно Но Не Хочется Не Лучше Вот Эти Армии Выкачать Получше А еще Мы Стали Настолько Богатым Что Можно Позволить Создать Агентство Господи Наконец Очень Не Хватает Его Нам Бы Просто Разведочку Повысить Нам Даст И Видеть Что Противника Есть И Баф Против Него Было Очень Полезно Нам Кстати Говорят Предлагают Длин Лист Да Мы Возьмем Его Это Нам Не Хватает Самолет Интересно Что Не В нем Изменили Что Это Изменилось Допустим Странно Ну да Это все Что И Изменилось Где Я Менял Вроде Не Это Ну Ладно Как Вы Можете Заметить Я Все Еще Поставил Модули На Стран Бомбардировку Потому Что В теории Ну Мы Можем Все Еще Применять 22 Стран Бомбардировки Это Солидно Это Вполне Себе Может Работать Если Нам Нужно Будет Выбавить Вдруг Какую Там Не Знаю Авиабазу Рот Дар Укрепление Что Угодно Это Нам Еще Пригодится И Мы Вкладываем Все Так В этот Самолет Очень Много Вложить Просто Еще Немножко На Прицелы И Радионавигацию Почему бы Нет Хотя Говоря Мы Подходим К Месту Где Мы Просто Разрежем Пополам Миссути И Я думаю Эту Армию Уже Сможем Ликвидировать И Выйдем На помощь Нашему Западному Командному Центру Мы Идем Брэдли Жди Нас Но Дойдем Я думаю Мы уже В следующей серии В этой Мы Очень Солидно Расширили Наши Территории Вошли В войну С Конституционной Американской Республикой И Пушим И их И Миссури Думаю В следующем Мы Скорее всего Их и тех Добьем Может Нет Посмотрим Как у нас Будет Как бы Удача Нам Сопутствовать У нас Уже Очень Хорошая Армия Вот Эти Ребята Просто Вон Уже Какие Опытные Еще Что-то Ребята Которые Мы Выпустили Зелеными Они Уже Бои Набрались Тоже Опыта Кто-то Регулярный Кто-то Почти Регулярный И Здесь Тоже Ребята Обучаются Эти Эти Просто Этим Повезло Они На границе Стоят Ничего Не делают Пиво Пьют И Обучаются Стрелять По Банкам Но Кому-то Везет Кому-то Нет А серебро Зашел К отцу С вами Ребят Был Доб Гейм Подписывайтесь Если Вы Чет Не Подписаны Лайки Комментарии Как Обычно И До Скорых Встреч Всем Пока